Пересаживают сердце и легкие, выполняют сложные урологические операции, накладывают сосудистые и межкишечные швы. Речь идет не об именитых хирургах, а о студентах последних курсов. Они принимают участие в 29-й Московской Всероссийской Олимпиаде по хирургии с международным участием имени Академика Перельмана, которая проходит на базе Рязгому. Вы представляете нашу хирургическую школу. Вы все одна команда. И все, возможно, неизвестно в каких городах. Вы будете уже встречаться не в рамках состязания, а в рамках одной хирургической бригады. И делая что-то такое, о чем, может быть, мы даже сейчас все вместе не представляем и не знаем этих операций еще, не знаем этих методов лечения. Потому что все это действительно ради того, чтобы вы побеждали перспективы. А ваши победы – это жизни. В Олимпиаде принимают участие 18 команд из медицинских университетов Центрального федерального округа. Своё мастерство покажут студенты из Белгорода, Донецка, Башкирии, Тулы, Смоленска, Убнинска, Орла и других городов. Эксперты отмечают, что испытание очень сложное, ведь проверяются практические навыки участников. К шестому курсу, когда проходит несколько лет по своим вот таким мануальным навыкам, умению накладывать сосудистые, кишечные швы, работать на эндоскопическом оборудовании, микрохирургическом оборудовании, они равняются по мануальным, ещё раз подчеркиваю, навыкам хорошим молодым хирургам. А уже вот клиническое мышление, конечно, это отрабатывается уже в клинике, отрабатывается на хирургических кафедрах. Свои навыки студенты покажут не на живых пациентах, а на анатомических моделях. Соревнования пройдут в симуляционном центре и ветлабе Рязанского государственного медицинского университета в условиях, максимально приближенных к реальным. Наталья Гулова приехала из Воронежа. Она участвует в Олимпиаде в третий раз. Я с третьего курса участвую именно в эндовидеохирургии в этом конкурсе. Опыт у меня уже достаточный. Готовилась к этому конкурсу я довольно просто. Ходила на операции вместе с хирургами, ассистировала, помогала им как-то, просто стояла, смотрела. Участников оценивают действующие хирурги, клинисты, то есть врачи ведущих клиник, в которые потенциально молодые специалисты придут на работу. Среди них Евгений Кузнецов. Он работает хирургом более 40 лет. Проводит самые разные операции по всему телу. Я всегда читал анатомию перед тем, когда я буду делать операцию. Ход операции, ее варианты, осложнения, которые могут возникнуть в ходе этой операции, борьба с ними и после операционной периоды. Если вы будете делать так перед каждой операцией, вы очень скоро станете очень хорошим хирургом. Стоит отметить, что лучшие команды примут участие в финале 29-й Московской Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии с международным участием имени академика Перельмана. Она состоится в апреле в Москве. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Телекомпания, город.